22 ноября 2022 года Татнефть организовала шестой слёт победителей и призёров Олимпиад. Татнефть вручила сертификаты и денежные премии в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Для проведения семинара был приглашён блогер из Москвы, профессор Николя, который показывал очень интересные различные физические и химические опыты. Хай, ребята, с вами Супер Кирчик, и сейчас вы увидите концертную программу и торжественную часть мероприятия. Ожидание мечты в них я и ты Ожидание мечты в них святые сны Тихое небо даст нам знак, значит, надо верить так, что примета это не пустяк Дотронься до неба и небо ответит Дотронься до неба, оно поймёт Дотронься до неба, поверь в своё счастье Знай, что мечта тебя ждёт Я мечта тебя сидя у окна Я мечтаю, мне снова не до сна Дотронься до мечты, сказкой дивной красоты Где мы будем вместе, я и ты Дотронься до неба и небо ответит Дотронься до неба, оно поймёт Дотронься до неба, поверь в своё счастье Знай, что мечта тебя ждёт Дотронься до неба, оно поймёт Дотронься до неба и небо ответит Дотронься до неба, поверь в своё счастье Знай, что мечта тебя ждёт Дотронься до неба и небо ответит Дотронься до неба, оно поймёт Дотронься до неба, поверь в своё счастье Знай, что мечта тебя ждёт Восстанавливали со стороны министерств и других образовательных учреждений все эти олимпиады, имеется ввиду, денежные И вот, к сожалению, в те времена многие одаренные дети не имели средств для того, чтобы поехать куда-то в Москву, еще куда-то, для того, чтобы выступить на олимпиаде. И, конечно, это было очень обидно и самим детям, и педагогам, которые с ними работали, и родителям. Поэтому вот это решение было принято, и вот постепенно эта работа наладилась. Конечно, я выражаю огромное благодарность для Калии Александровне. Поднимите, пожалуйста, давайте наполняйте реймин. Иванис Камилович, Бугульман. Юсупова Эльвира Киржановна, Бугульман. Чинар Латик Мехмедов-Блэр, город Бугульман. И Мурзаев Марат Шанилевич, Бугульман. Товарищи, точно известно, хотите верите, хотите нет, что спорт до сих пор повсеместно приносит пользу, а не вред. Считают солидные люди, и можно смело поверить им, что если здоровым не будешь, то будешь, скорее всего, больным. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте березны, не хворать. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте березны, не хворать. Нам счёки мороз обжигают, а мы смеёмся ветрам назло. Он радости этой не знает, тому, считай, не повезло. Возьмём, победим, отновеем, любую кручу, любой отбьём. Чем меньше себя пожалеем, тем больше силы наберём. Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте березны, не хворать. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте березны, не хворать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничем вы не будете болеть Поэтому снова и снова Мы будем готовы повторять Будьте здоровы, будьте здоровы Будьте резны, не хворась Будьте здоровы, будьте здоровы Будьте резны, не хворась Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте весны, не парась. Вы знаете, поддержка и развитие образования для компании «Этот нефть» является одним из приоритетных направлений в социальной политике. Не случайно у нас на протяжении уже многих лет, как сказал правильный Рустам Набивович, даже в непростые времена всегда уделялось особое внимание и оснащению школ, и ремонту школ, строительству новых учебных заведений. На сегодняшний день в рамках конкурса грантов компания выделяет значительные средства на то, чтобы школы ремонтировались, на то, чтобы классы по естественно-научным предметам оснащались современным оборудованием, красиво выглядели. И та работа по проведению различных мероприятий для выявления и поддержки одаренных талантливых детей, которые уже на протяжении многих лет занимается программой «Одаренные дети» под руководством Леокадии Александровны, все это направлено для создания условий для того, чтобы наши ребята на юго-востоке Республики Татарстан имели максимальное количество возможностей для своего развития, для своего роста, для реализации своего потенциала. Вы знаете, ребят, я вам хочу искренне сказать о том, что успех, о котором многие говорят, он складывается из очень многих вещей. Я искренне считаю, что все дети рождаются талантливыми, но для того, чтобы этот талант реализовался, должны быть сформированы условия, должно быть, где-то иногда должна быть немножко нотки удачи, но самое главное – это ваше трудолюбие и это те наставники, которые вам помогают реализовать ваш запал, ваш порыв, ваше любопытство, направить ваши энергии, силы в нужное русло. Ну и, конечно же, ваше трудолюбие. Я искренне благодарен всем педагогам, которые развивают детей, которые в не самых простых условиях, которые иногда формируются внешними обстоятельствами, находят возможности. И компания всегда с радостью поддерживает и помогает этим педагогам. Николай Ганалюк, ваши авансы! Ну что же, привет-привет, дорогие друзья! Я уже давно считаю, что лучший способ что-то узнать – это, конечно же, не только услышать теорию, но и провести эксперимент, потому что наглядная демонстрация – это всегда интересно. Вы согласны? Да! Да, конечно! Еще во время учебы в МФТИ, или как мы его называем, физтехи, я понял, насколько же важны, нужны и нравятся ламы, то есть лабораторные работы. А еще я понял, что обязательно нужно заинтересовать детей с самого раннего возраста. Сейчас я веду передачу «С добрым утром, малыши», где экспериментирую вместе с Хрюшей, ну и Степашкой иногда. Ну и, конечно же, работаю также с абитуриентами различных технических и не только в ВУЗах. Ну что же, сегодня я уже с кем-то из вас познакомился, с кем-то еще нет, но я точно знаю, что вы обязательно будете знать ответы на мои вопросы. И, конечно же, мне также потребуются помощники для некоторых экспериментов. О, прекрасно, уже вижу руки, пока опустите, пока опустите всему свое время. Ну что же, водород. И водород мало того, что он легче, чем воздух, так еще чрезвычайно взрывоопасен. И это мы сейчас и докажем. Да, прям бросаем внутрь, а я тем временем выберу шарик, который мы будем наполнять газом. Так, выбирай, какой цвет? Синий, зеленый, оранжевый, розовый. Так, прекрасно, розовый, есть розовый. Итак, внимание, растянем у нас шарик, чтобы ему было легче надуться. Хорошо, прекрасно. Но это еще не все. Для того, чтобы наша фольга растворилась и превратилась в газ, необходимо добавить что? Щелочь. Именно в щелочной среде наш алюминий будет растворяться с выделением газа водорода. У меня есть такой щелочь, называется она гидроксид натрия. Здесь нужно очень аккуратно. Да, только нужно сделать это при помощи ложки. Можно прямо над контейнером две ложки щелочи. Да, щелочь довольно едкая, поэтому аккуратно стараемся не рассыпать. И добавляем следующим образом. Сначала входит ложка внутрь колбы, да, и только потом засыпаем. Вот так. Вот таких ложек можно две с половиной. Пока что еще не перемешиваем, потому что процесс займет некоторое время. Угу. Так, и еще, да, можно еще пол ложки. И будет прекрасно. Угу. Надеваем сверху шарик. Ничего. Угу. Надеваем сверху шарик. Угу. Угу. И теперь, друзья. Упс. Угу. 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 Попробуем. О, прекрасно. Прекрасно. Стоп. Хорошо. Великолепно. Теперь хорошенько перемешиваю. Я не ошибся в тебе. Да. Да. Кстати, реакция это еще экзотермическая. Что это значит? С выделением тепла. Так. Стоп. Посмотрите, друзья. Уже видны белые пузырьки. Именно это процесс выделения газа водородов. Это займет некоторое время. Нам пока есть чем заняться. Потому что для тебя следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, а не хотел бы ты прямо здесь и сейчас, здесь, на сцене, перед всеми зрителями, вылить стакан с водой мне на голову? Хочешь? Конечно. Я знал, какой вопрос задать. И не ошибся. Так. Ну что же. Пусть наш шарик надувается. Или знаешь что? Давай немножко подождем. Я вижу, он прям рвется. Хочет выйти. Да. Давай немножко подождем. Смотрите. Шарик прямо на ваших глазах начинает надуваться. Становится все больше, больше и больше. Угу. Буквально еще немножко подождем, чтобы он принял форму. Все-таки нечто похожее на воздушный шарик. Угу. Прекрасно. Ну что же. Теперь самое главное хорошенько его завязать. Теперь я надеваю перчатку. Поджигаю нашу горелку. Во технике безопасности. Так. Ну что, друзья. У нас получился небольшой шарик. Насыщенный. Пока что наполненный непонятно чем. Но давайте посмотрим, действительно ли там газ в водород. Проведем эксперимент. Сейчас рванет. Внимание. Маленький дирижабль приближается. И вдруг в него внезапно попадает молния. И тут. Та-дам. Да. Действительно, посмотрите. Произошел маленький взрыв. Ну что же. Спасибо. Но это еще не все, как я и обещал. Теперь в награду нужно будет вылить стакан с водой мне на голову. Но чтобы все у нас получилось как нужно, действуем строго по инструкции. Итак, берем два стаканчика. В один стакан я добавлю теплую воду. Вот она. Держи. Угу. А во второй стаканчик я добавлю специальный порошок. Кто знает, друзья, не подсказывайте. Добавлю специальный порошок. И, конечно же, потом скажу, что же это такое. Итак. Давайте. Одна. И вторая. Во второй стакан. Угу. Вот так. Ну что же. Один стакан с порошком здесь. Другой стакан с водой здесь. По моей команде быстро выливаешь воду отсюда сюда. Считаешь до пяти. Один, два, три, четыре, пять. И выливаешь мне на голову. Понятно? Так. На всякий случай повторю еще раз. Быстро выливаешь воду отсюда сюда. Считаешь до пяти. И не спеша. Один, два, три, четыре, пять. Ага. Правильно. Надо настроиться, конечно. Давайте поддержим аплодисментами, ребята. Просто так быстро выливаешь. Считаешь до пяти. Один, два, три, четыре, пять. И выливаешь на голову. Не быстро. Один, два, три, четыре, пять. Фух. Надеюсь, наука не подведет. Ну что, и считай. Один, два, три, четыре, пять. Аплодисменты. Отлично. Ну что же, расстроить секрет, что же произошло? Конечно, нужно потрогать. Все дело в том, что этот порошок, он называется суперабсорбент. Апсорб. Питываясь. Он обладает уникальным свойством впитывать в себя воду, превращая ее в гель. Полиакрилат натрия. Конечно. И как же вы думаете, друзья, где используется этот порошок? В детских? Подгузника. Браво. Только не спрашивайте, откуда у меня столько порошка. Ну что же, это тебе. Можно с ним потом будет продолжить эксперименты. Спасибо. Аплодисменты. Ну что же, дорогие друзья, а сейчас мне потребуется отважный помощник, который здесь не испугается поджечь безопасно свою руку. Есть такие помощники? Да, прошу. Прошу, стена на сцену. Посмотрим, получится ли это сделать. Будем руку поджигать. Левую или правую? Левую руку. Хорошо. Что же нам нужно для того, чтобы все у нас получилось? Ну, во-первых, для начала необходимо приготовить мыльный раствор. Берем эту емкость и наполкнем наполовину теплой водой. Да, прекрасно. Теперь берем, аккуратно откручиваем этот флакон. И необходимо будет добавить половину к содержимому внутрь нашей емкости. Вот сюда. Прекрасно. Хорошо. Ну так, если мы что-то открыли, нужно после этого обязательно что? Закрыть. Иначе в самый неподходящий момент что-нибудь да прольется. Ну что же, теперь берем ложку, хорошенько перемешаем. Великолепно. Скажи, пожалуйста, этот раствор, он горит? Здесь только мыло и вода. Конечно, нет. Необходимо чем-то его насытить, верно? Чтобы он мог воспламениться. Но чем же это сделать? Как вы думаете? Кислород. Аплодисменты. Спасибо. Но да, но нет. Нам потребуется специальный сжиженный газ. Итак, конечно же, сначала я продемонстрирую, как это нужно сделать. Смотрим и слушаем внимательно. После этого будет ваша очередь. Хорошо. Итак, чтобы у нас все получилось, необходимо для начала намочить ту руку, которую мы будем поджигать. Но почему намочить? Потому что вода, она будет защищать верхний слой. Итак, хорошенько смачиваю руку, беру зажигалку, работает. Аккуратно опускаю наш баллончик, насыщаю так, чтобы получились пузыри. Беру эту руку, наши пузыри и один, два, тарам! Друзья, поскольку все произошло довольно быстро, и мне кажется, что вы не успели проникнуться к грандиозности момента, а вы не успели настроиться на этот процесс, повторю еще раз. Итак, нужно намочить руку, затем хорошенько насытить наш мыльный раствор. Вот так. Дальше берем мыльную пену и хорошенько поджигаем. Один, два, и она горит. Ну что, давайте поддержим мою отважную помощницу. Аплодисменты. Я добавлю пену вот сюда. Вытягиваем руку вперед вместе. Пальцы вверх. Ну что, готовы? Начнем с маленького. Один, два. Ну как? Хочется побольше? Да, другого я ответа не ожидал. Пожалуйста, еще раз намочить руку, сделаем побольше. В общем так же, вытягиваем руку вперед. Великолепно. Теперь будет побольше. Итак, внимание. Один, два. Вау, это было превосходно. Аплодисменты моей помощницы. Спасибо большое. Ну что же, дорогие друзья, вам понравились эксперименты? Да. Мне очень нравится, когда я имею возможность продемонстрировать опыты таким великолепным знадокам, как вы. Ну и в конце, конечно же, давайте устроим великолепную и манящую дымовуку. Для этого я добавлю внутрь нашего контейнера побольше сухого льда, чтобы возникло настоящее праздничное облако. Итак, один, два, три. И, конечно же, еще. Друзья, спасибо вам большое. Экспериментируйте, потому что наука — это здорово. Пока-пока. Дорогие друзья, я не сомневаюсь, потому что после этого замечательного шоу не только наши присутствующие здесь ученики, но и учителя кинутся дома и соберут все, что только можно. Это, наверное, будет и пищевая сода, и уксус, и марганцовка, которая где-то в шкафчиках завалялась, а может быть и зеленка, а может быть и вся косметика, которая дома есть. И будут тоже тренироваться делать такие же замечательные эксперименты. Ну, а я с удовольствием объявляю, что наш слет удался. Представьте себе, какая небольшая масса участников здесь сегодня присутствует. И сколько за эти годы было поощрено благотворительным фондом «Токнефть» наших замечательных учеников. Ведь лучшие дети, те, которые уже у нас стали победителями и призерами всероссийского уровня, они уже были награждены сегодня, они были награждены в прежние годы. И я рада была представить вам вот наших выпускников, которые уже чего-то достигли в жизни, но я больше чем уверена, что и вы, шагая дальше по ступенькам науки, вы тоже того же достигнете. Есть ребята, которые стали призерами более чем в двух олимпиадах, и вам еще предстоит выбрать, чем заниматься, какой наукой. Ну, я думаю, что тут уже физика и химия вне конкуренции. Но, наверное, мы будем ждать вас, ваших успехов, ваших достижений. Не забывайте и нам сообщать, что в вашей жизни будет происходить хорошего. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы и на эту зимнюю школу, которая буквально вот уже в следующем месяце у нас произойдет. Опять-таки, собралась прекрасная команда, 45-50 выпускников наших с 9 по 11 класс, участников олимпиад по физике и математике. Преподаватели уже ждут встречи с вами, они уже, можно сказать, на низком старте. Уже закупили билеты, то есть в 20-х числах декабря мы с вами вновь встречаемся в одном из прекрасных лагерей подведомственных от нефти, для того, чтобы подготовиться к республиканской олимпиаде. Те, кто прошел эту зимнюю школу, здесь в зале присутствуют, они знают, что это такое. И, я думаю, тоже надеются, особенно те, кто еще не участвовал в олимпиаде по математике, надеются, что они тоже туда попадут. Ну, а я, конечно, со своей стороны выражаю огромную благодарность от нефти. С 2005 года мы занимаемся этим движением. В 2005 году только весной организовался этот фонд, и осенью мы уже собрались с призерами олимпиад того года. Нас было очень немного, очень немного. И вот сегодня, зная, что такая огромная масса только за этот год поощряется, я радуюсь тому, как выросло это движение в муниципальных районах Юго-Востока Татарстана. Те города и районы, которые, в общем-то, никогда не блистали в этом отношении, сегодня дают массовый результат, просто массовый. И вот благодаря поддержке Татнефти, благодаря энтузиазму учителей, благодаря тому, что, может быть, и наша жизнь немножечко поменялась, это дает нам новый толчок. А зная, как тяжело приходится, в общем-то, скажем так, и нашему народу, и нашей стране, а ведь мы периодически попадаем с вами в демографические ямы, и вот мы стоим, собственно говоря, на пороге этой ямы. Именно на вас вся надежда, что там, где не будет хватать специалистов, там вы поднимете и подтянете этот пласт к вершинам. Я желаю вам творческих успехов, наставникам вашим желаю таких же замечательных учеников, с такими же горящими глазами, чтобы не секал фонд, самое главное, чтобы вы имели возможность вас поощрять, а вы имели возможность нас радовать. Спасибо всем. Спасибо огромное, Академия Александровна. Друзья, еще громче аплодисменты. Теперь появилась новая традиция создавать короткий дневник праздника. Всем привет. Сегодня в общественном центре Альмед проходит слет призеров всероссийских и региональных олимпиад школьников нефтяного региона Республики Татарстан. Давайте окунемся в атмосферу этого замечательного события. Нет, мы из города Нижнекамск. Молодцы, вижу по глазам, что правда говоришь. Умнички. Так, ну что, как вам Нижнекамск? Что происходит интересного? Топ-3 события Нижнекамска за последнее время. Понимаю, сложно, из Ижнекамска сложно, ничего. Расскажите, вы призер каких олимпиад? Мы призеры олимпиады по китайскому языку. Серьезно? А я думаю, что у вас глаза становятся такими красивыми? А вот эти вот BTS, это все значит про вас, да? Нет, это больше азиатская культура. А китайская культура, это не азиатская? Азиатская, просто это корейский вид, а у нас китайские направления китайского языка. Они же так на вас смотрят, как будто вы эту семью не проходили. Какое направление? Чем увлекается? Одно язык. Одно язык? Это какой, китайский? Нет, чувашский. Скажите, пожалуйста, на чувашском что-нибудь на камеру пожелания всем тем, кто будет смотреть это видео. Успехов вам. Успехов вам. Смотри, мы с тобой не виделись, ровно минут 15. Вы успеете за это время подтянуть свои знания по чувашскому языку? Я успел подтянуть знания по математике, потому что я продюсер по математике тоже. Хорошо. Смотри, у тебя есть в твоем арсенале олимпиада по чувашскому языку и олимпиада по математике. Если их объединить, получится чувашская математика. Ну, смотри, пример по чувашской математике. У Елены было две кофты из чебоксарского трикотажа. А у Пети не было ничего из чебоксарского трикотажа. А кто сильнее? Петя. Почему? Потому что он закалянный и не замерзнет. Это показывает его силу. Вот оно что. Смекалки, но хочется, наверное, что так обманутить. Спасибо. Меня зовут Ксения. Я призер олимпиады Путь к олимпу по физике. Путь к олимпу? И как, добрались? Да. Наверное, законы физики помогли вам добраться до самых небывалых высот. Это такую метафору закладывали в это название? Думаю, да. Меня много любимых тем, я пытаюсь выводить. Я думаю, динамика. Динамика? Это типа... Вот вы сейчас... Расписываете, решаясь там, выражаясь. Смотрите, вот я это динамика, а вы это статика, да? Да. Татарская гимназия. Но это вам, на самом деле, заметно, если честно. Да, это я не про акцент. Итак, скажите, пожалуйста, вы стали призером каким олимпиадам? По татарскому языку и литературе. Назовите какого-нибудь поэта либо прозаика из татарской литературы, который вот у вас прям в сердечке. Я думаю, это Массажей Ли, потому что это наша история. Безнен? Безнен Торих. Да, правильно, Майя? Мы по МХК. Стоп, секундочку. МХК. МХК – это международная хахашная культура. Мировая художественная культура. Молодцы. Вы хорошо научили. У вас даже в унисон получается говорить. А мы же музыканты еще. Правда? Я поздравляю вас, призеры. С вами-то понятно. Вы больше поизбразительному искусству, а вы. Я поздравляю вас, призеры. Мы тоже поздравляем вас. Вы призер Олимпиады. Да. А какой Олимпиады? МХК. М. Х. К. Молодые, фризматичные, крутые. Мы так себя называли. МХК. Да. Ну что, ну вы откуда? Здравствуйте всем. Нурлад. Нурлад. Геология. Геология. К Олимпиадам. Конкретно по тем вопросам, которые вам будут встречаться, да? Ну, примерно, да. Мы разбираем Олимпиады прошлых лет, позапрошлых игр. Ну и как вам Олимпиада в Бекине 2008? Великолепная. Великолепная? Конечно. Мы из Морлата, из Мауссош, номер 4. Нормально. А вы по какому, например, перечислятесь все? Химия, литература, русский язык. Очень одаренные детки у нас, всесторонне развитые. Да, молодцы. Очень скромные. Заметы по ним. Это что, уже подарки раздают за победы, за достижения? Да, да, да. Молодцы. И вам тоже досталась такая улыбка у вас широкая на лице, как будто там более чем-то? А вы по-русскому? Да, да. Я к вам пишу, чего же более, что я могу вам еще сказать. Теперь я знаю вашу волю, меня предвинем наказать. Хороший у вас арсенал, конечно, стихотворений. Здравствуйте. Как вы думаете, в каком предмете у нас наиболее высокая статистика побед в нашем регионе? Ну, наверное, на первом месте все-таки химия, биология, экология. Вот это хорошо. Из-за того, что вы добавили последний предмет, статистика просмотров нашего выпуска будет еще выше. Потому что это новая тенденция в экологии. Любите экологию, девчонки? Когда как? Ну ладно. Ладно, вы откуда? Из какого города? Бугульма. Бугульма. Очень хорошо. Тоже оттуда? Конечно. А вы? Молодцы. Ну, конечно, логично. Конкретно к этому году был подготовлен умный стол с внутренним голосовым ассистентом. Умный стол? Да, умный стол. Это сейчас набирает популярность и будет иметь некую уникальность даже, я бы сказал, в этом году. Умный стол – это стол, который не стоит в комнате у двоечника? Совершенно верно. Чем вас так вдохновляет такой предмет, как информатика? Информатика – это из них самые творческие, я думаю. Информатика сам творческий? А вы романтиков? Здравствуйте! И с кем вам поклон? Вот это вся история? Да. А самое сложное задание, которое было на Олимпиаде по русскому языку? Самое сложное всегда – чай с древнерусским языком. Сема древнерусского языка? Да. Перевод текстов с древнерусского языка на русский. Я хочу сказать огромное спасибо, во-первых, актанинному обществу «ТАК-НЕФТЬ», программе «Вдаённые дети», которая всегда поддерживает нас. Мы вот уже на протяжении многих лет приезжаем сюда и радуемся, что мы в составе вот этого Юго-Востока. Огромное спасибо всем! Я очень хочу, чтобы их как можно больше было нам нужны. Хорошие специалисты, грамотные, умные. Ну, наиболее, так сказать, больше и лучше получается из тех, кто из победителей Олимпиады. А после церемонии награждения нам показали интерактивное оборудование, которое находится в Ольметрике. А также мы сходили в музыкальный музей, где нам показали различные виды инструментов. Видеоролик об этом скоро появится на канале. «ТАК-НЕФТЬ» 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 Продолжение следует... Продолжение следует...